Всем привет! Поступило предложение рассказать о эхинопсисах и лобивиях. У меня уже есть видео на моем канале о этих кактусах, но мне не трудно, поэтому сниму еще раз. Эхинопсисы неубиваемые растения. Очень редко пропадают они. Со временем, когда они растут, у них наступает снизу и становится все одеревеневшим. Но они красиво цветут, поэтому у меня в коллекции их очень много. Если у вас эхинопсис стал некрасиво выглядеть внизу вот так вот, вы можете со временем его обрезать, укоренить. И снова, вот как этот шарик я обрезала, снова будет эхинопсис выглядеть прекрасно. Цветут они очень, очень красиво, огромными граммофонами. Вот уже скоро новая партия эхинопсисов будет зацветать. Гонят снова бутоны. И я, конечно же, очень рада. Эхинопсисов у меня много. Как для моей коллекции, наверное, около 150. Ну, точно я не помню. Эхинопсисы люблю, радуют меня своими прекрасно пахнущими цветами. Также люблю трихоцериусы. Вот будет зацветать один трихоцериус. Даже есть детка маленькая. Еще я пока не видела цветение этого трихоцериуса. От некоторых я отсаживаю детки. Вот как здесь. Это белый. Но очень красиво пахнет, цветет. Поэтому я решила его продублировать. Также есть у меня простые, обыкновенные эхинопсисы бабушкины. Вот эти два. Цветут тоже целое лето. Обильно. Заодно буду показывать, что сегодня расцвело. Вот. Лабивии. Лабивии тоже присутствуют. Сейчас, именно сегодня, лабивии пока не раскрыты. Не повезло увидеть цветущую лабивию. Вот она. Одна из них. Это гибридная. Цветет очень красиво. Как-то я показывала в своем видео. Вот еще одна лабивия. Не буду их называть по именам. Вот эта лабивия растет куртинкой. И цветет такими вот нежными белыми цветочками. Очень неприхотливые растения лабивии. Вот эта псейдолабивия. Небольшая пока. Но есть, конечно же, лабивии, которые очень и очень тяжелые в уходе. Вот, допустим, есть у меня привитая лабивия. Вот она. Это эхинопсис гибридный. Штерн фон Лорш. И вот еще одна штерн фон. Сейчас покажу вам название. Штерн фон Хемсбах. Огромная голова. Уже довольно давно у меня. Лет 7. И вот она еще не дала детку. А вот эта вот дала 2 детки. Но я их пока никуда. Их надо, опять же, прививать. Они на своих корнях очень туго растут. Практически вообще не растут. Поэтому растение считается ценным. Также есть, конечно же, и тайские лабивии. Из Таиланда гибриды. Не хотела пока показывать. У меня есть они. Но довольно маленькие растения. И я их держу отдельно. Но вот покажу одну из них. Очень красиво. Интересно. Нежнейшие цветки. Красивенные расцветки. Вот посмотрите в гугле, как цветут тайские лабивии. Вот одна из них. Также покажу вам кактус, который в прошлом видео я показывала. И не знала, думала, что это эхинопсис гибридный. Но присмотревшись, все-таки это похоже на матукану. Желтая, интенсивная. О, красавица. Интенсивный цвет. Сильный цветок. Не вялый, а такой плотный. Наверное, это все-таки матукана. Цветок матуканы. Да? Вот. Ну, какой-то это все-таки гибрид. Не знаю. Но цветет шикарно. Так что вернемся к эхинопсисам. Эхинопсисы дают много деток. Но некоторые годами, десятилетиями не дают ни одной детки. Вот из такого красивого. Скоро расцветет у меня эхинопсис. Я обожаю цветение эхинопсисов. Лобивии, конечно, цветут совсем по-другому. У них намного меньше цветок. Но есть лобивии, которые цветут, затмевают своей красотой полностью все. Одна из этих шикарных лобивий у меня тоже есть. Это гибридная лобивия. Называется она лобивия гибридная сани. Удивительное цветение. Но пока она еще маленькая, привитая и не цвела. Поэтому я не хочу ее показывать. Чтобы не сглазили. Ну что ж, вот еще одна лобивия. Лобивия феррукс с огромными колючками. Красивенная. И она цветет красным цветком. Или фиолетовым. Уже точно не помню. И также еще одна лобивия феррукс. Цветет белыми цветами. Но посмотрите, какая у нее шикарная колючка. Да? Также эхинопсисы и трихоцериусы. Вот. Трихоцериусы цветут бесподобно. Бесподобно. Ну что ж, друзья. У меня на канале есть еще видео о лобивиях, о эхинопсисах. И вы можете полистать плейлисты, посмотреть. Я допустим, если мне нравится какой-то канал о кактусах или что. Или о других растениях. Я иду и смотрю. Просто включаю. И по порядку смотрю, 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 прослушиваю. Ну, кто заинтересован, тот в любом случае посмотрит мои видео. И найдет то, что ему интересно. На чем мы остановим сегодня наш взор в конце видео? Ну, наверное, все-таки вот на этом интересном цветочке. Матукана ли? Что это? Пишите, друзья, кто узнал. Ну, я вижу, что вроде бы это Матукана. Но как название ее, пока мы не знаем. Друзья, спасибо, что вы со мной. Спасибо за то, что интересуетесь. Пишите комментарии. Мне это очень нравится. Желаю вам удачи. До свидания.